Приветствую, друзья! Записала для вас новое видео про лунное затмение, которое у нас состоится 8 ноября, которое будет сформировано Раху, это будет полное лунное затмение, соответственно, оно будет оказывать сильное влияние на наше подсознание, на нашу психику и на наше будущее. Затмение – это такие мощные энергетические точки, очень сильные, в астрологии считаются одними из мощнейших точек, от которых зависит наша дальнейшая жизнь. Решения, которые мы принимаем в момент затмения, они потом проявляются в нашей жизни через несколько месяцев, и мы видим изменения в нашей жизни. Поэтому знающие люди, в день затмения всегда усиливают свою духовную практику, потому что, когда мы занимаемся духовной практикой, очищаются негативные самскары, негативная карма. И даже если в вашей жизни суждено было произойти какому-то дурному событию, есть большая вероятность, что оно не произойдет только потому, что вы в день затмения усиливали практику, как минимум отказывались от интоксикантов, от мясной пищи, держали пост, читали молитвы или кто-то будет делать практику умолчания, медитации. В общем, вот эти все различные практики, они очень важны. Если вы хотите, чтобы я вам разобрала ваш гороскоп, построила, разобрала, рассказала вам про вас, тоже обращайтесь, с удовольствием это сделаю. Если же вы понимаете, что что-то в вашей жизни идет не так, и вы хотите разобраться с собой на уровне энергетики, на уровне подсознательных паттернов, кармических семян, то приходите тогда уже на программу. Это более такая глубокая работа. Это нужно делать, я думаю, каждому человеку, кто хочет жить спокойно в нашем мире, без спокойств, понимая, почему мы проживаем то, что проживаем, и к чему быть готовым, ну и просто, чтобы жизненный путь был осмысленным и осознанным. Тем не менее, для того, чтобы понять, как будет действовать на нас затмение, на какие области жизни оно будет влиять, я для вас записала видео. Из ваших комментариев я сделала вывод, что вам вообще нравится такой формат, когда я открываю карту и показываю, какие планеты у нас взаимосвязаны, что у нас с чем связано, какие области становятся активными. Поэтому продолжайте смотреть это видео, и я надеюсь, вам оно принесет большую пользу, как астрологу, который хочет научиться читать карты или, возможно, даже как опытному астрологу, кто хочет, может быть, какие-то новые идеи для себя почерпнуть. Друзья, я построила карту на 8 ноября, на день полуволнового лунного затмения. Строила ее таким образом, что знак Диака, которым будет затмение, выпадает у нас первый дом. Сделала так вот так специально для того, чтобы было удобно разбирать эти карты. Сейчас мы с вами посмотрим все взаимодействия на затмение, все связи, все-все-все, что влияет для того, чтобы сделать выводы, как затмение будет проявляться в нашей жизни. Что нам ожидать в будущем? И так как каждый человек живет в своем часовом поясе, на момент затмения, конечно же, далеко не обязательно, что если вы строите карту, знак Зодиака обязательно будет... Нет, я построила эту карту только для удобства ее пора. Имейте это в виду. Давайте начинать. Лунное затмение 8 ноября формируется раху в знаке Зодиака Овен. И вот мы смотрим. Луна находит в 22 градусе знака Овен в Шатри Пхне. Раху, который формирует затмение, находится в 18 градусе знака Овен в Шатри Пхне. То есть мы видим, что мирной и раху достаточно близкое расстояние. Поэтому это затмение будет оказывать сильное влияние на нас. Раху связан с подсознанием. И раху активирует семена кармы, самскары, которые начинают проявляться в нашей жизни. Мы начинаем видеть мир определенным образом. Мы начинаем поступать определенным образом. Раху – это планета желаний. У нас возникает желание поступить так или поступить по-другому. И исходя из того, как мы поступаем, наша жизнь начинает разворачиваться по-разному. А Луна – это ум. В Луне находится очень много кармы. То есть лунное затмение действует таким образом, что раху – это та самая активная сила, которая начинает активировать карму. То есть менять нашу жизнь, менять наше мировосприятие. И воздействие раху будет сильным. То есть затмение будет оказывать на нас сильное влияние. Его результаты проявятся, вероятно, достаточно быстро. Потому что это первый знак зодиака. Овен – первый знак зодиака. И это быстрый подвижный знак. Поэтому события могут происходить быстро. Это может быть что-то новое. То есть мы можем получать какие-то новые мысли, новые идеи, новые желания. Что-то новое будет с нами происходить. И если мы начнем рассматривать это затмение более глубоко, мы увидим, что Бхарани у нас управляется Венерой. Венера Шукра, гуру Шукра Чария, которая является гуру, в том числе и раху, и кету, находится напротив затмения и дает прямой аспект на Луну в момент затмения. Мы видим, что Солнце дает прямой аспект. Это полнолуние. Затмение будет в полнолуние. В полнолуние всегда Луна и Солнце находятся напротив друг друга. И здесь еще находится Меркурий. И если мы посмотрим, мы увидим, что в момент затмения Солнце находится в 21 градусе весов. Меркурий в 21 градусе весов. Видите, в одном градусе это состояние называется планетная война, и Меркурий сожжен. Венера у нас сожжена. И Солнце находится в Накшатре Бишакха. Меркурий находится в Накшатре Бишакха. И Венера тоже находится в Накшатре Бишакха. Венера в 26 градусе, Меркурий и Солнце в 21. То есть планеты, аспектирующие Луну, они также находятся в очень сильной связи друг с другом. И все они находятся в одной Накшатре. Кету у нас в это время находится в Свате. Накшатра Свате управляется Раху. Сильная связь между первым домом и седьмым естественного гороскопа. Вообще вот эта ось, конечно, 1.7. Я и отношения с другими людьми. У нас в данный момент очень сильная. Сильная карма здесь проходит. И также мы видим, что есть связь между лунным затмением и областью знака Иссы. И также мы видим, что есть связь между лунным затмением Накшатрой Бхарани, которая управляется Венерой. Венера еще у нас управляет весами. И Накшатрой Бишакха. Целых три планеты находятся в Накшатре Бишакха. Накшатра Бишакха у нас управляет Юпитером. Юпитер у нас находится в 12-м знаке от затмения. То есть то, что находится за нашей спиной. Мы не видим его влияния. При этом Юпитер ретроградный. И он в рыбах в своем знаке. Он очень сильный. Какая-то карма, которую мы пока не осознаем, не видим. Она будет активирована. И она связана вот с этими планетами. С тремя. Меркурий, Венера, Солнце. И она связана с Накшатрой Бишакха. Давайте разберемся, что это такое. Меркурий у нас планета общения, планета дипломатии, планета дружбы, планета коммуникации, планета бизнеса. В этом смысле Венера, некоторые сферы сигнификации Венеры пересекаются с Меркурием. Потому что Венера это тоже про отношения. Но отношения Меркурия это больше про дружбу, про деловые отношения. Венера это отношения личные, семейные. Это про чувства, это про любовь. Отношения с противоположным полом. И Меркурий и Венера отвечают за бизнес, за торговлю. Потому что экономические связи могут быть успешными, только если мы умеем заключать контракты, удачно договариваться. И то, и другое у нас, и та, и другая планета имеет отношение к финансам, к договорам, к ресурсам. А Солнце у нас связано с предназначением, с жизненным путем. Также Солнце это здоровье, Солнце это яркость, известность. И Солнце это отец или мужская родовая линия. Луна это мама или женская родовая линия. Поэтому вот это вот затмение, лунное затмение, оно может быть связано с каждой из этих областей жизни. То, что я сейчас говорю, это общие вещи, они распространяются на каждого человека. Но, конечно же, если вы родились под знаком Овен, или у вас Луна в Овне, или у вас ваш знак Зодиака Весы, или Луна здесь, то это будет на вас выражено как-то сильнее. С другой стороны, мы видим, сколько много планет задействовано в этой комбинации. Поэтому фактически этим затмением будет затронут весь гороскоп. Что такое Накшатра Вишакха? Накшатра Вишакха, она связана как раз с кармическими семенами. Она связана с огромным количеством жизненных путей. Когда активно Накшатра Вишакха, это говорит о том, что в подсознании готовы раскрыться одновременно много разных кармических семян. То есть у человека открывается много различных дорог, много различных выборов. И, конечно же, когда их много, сложно сделать правильный выбор. И вот это многообразие выборов, оно может давать сомнения или даже страхи. Какие-то страхи. Энергия Накшатры Вишакха, у каждой Накшатры есть своя энергия, своя шакти. Это реализовывать плоды усилий человека. Поэтому, собственно, то, во что мы раньше вкладывались, отношения, торговые какие-то отношения, бизнес, жизненный путь. Вот сейчас приходит время, когда мы начинаем пожинать свои плоды. И, повторюсь, Вишакха, это много вариантов развития событий. Действовал каждый человек в своей жизни по-разному. Кто-то хорошо, кто-то плохо. И в Шакте энергия Накшатры, она помогает человеку получить плоды своих действий. И, соответственно, плоды могут быть разные. Реализовывает реализация усилий человека. Как хорошие, так и плохие. Раху вызывает желание каких-то изменений. Изменения могут коснуться каждой из этих сфер жизни. И, конечно же, будет активирована сфера 12-го дома. 12-й дом у нас сигнифицирует заграницу. И сигнифицирует то же самое, что кету. Отказ от чего-то. Освобождение от чего-то. Разрыв каких-то связей. Прекращение чего-то. Также это сон. Также это медитация. И это какое-то духовное развитие. Поэтому у какого-то человека возможен переезд. Кто-то начнет думать о том, что я хочу переехать в какое-то другое место. Другого человека это коснется, например, разрыва личных отношений. Тут еще и кета у нас же находится. У третьего человека могут прекратиться какие-то деловые контакты. Но также давайте вспомним, что такое Бхарани. Раху и Луна у нас находятся в Нагшатре Бхарани в момент затмения. А Бхарани это Нагшатра, которая управляется Венерой. И она связана с Йони. Ее символ Йони. Йони это какое-то творчество. Это когда появляется что-то новое. Но прежде чем новое что-то появляется, что-то старое должно уйти. Как раз вот по теме Нагшатра Вишакха. Какие-то новые пути, новые дороги. Мы пока их не понимаем. Не понимаем, как проявятся эти новые возможности. Мы даже возможностей этих не видим. Видите, Юпитер. Сзади нас находится 12 дом. Мы пока не понимаем, что происходит. Много страхов, много боли. Рождение всегда происходит через боль. Бхарани это жесткое, жестокое. Даже Нагшатра это боль. Это смерть. Это смерть чего-то старого. Ну и собственно Овен это первый знак Зодиака. Это рождение. Рождение всегда происходит через боль. И Дейти, управляющее божество Нагшатры, это Яма. Яма Бог смерти, он же Бог Хармы. Здесь мы видим такую подсказку. Все старое, все отжившее начинает уходить из нашей жизни. Если мы смотрим на Венеру и приходит сразу же на ум сфера отношений, то какие-то токсичные отношения, они могут из жизни уходить. Самое время расстаться с какими-то отношениями, которые нас тянут вниз. Которые уже не представляют для нас никакого интереса. Которые нас не развивают, а наоборот занимают силы. Настало время научиться дипломатии. Потому что Меркурий это про договариваться, про дипломатию. И при помощи дипломатии начать решать какие-то вопросы. А не при помощи подавления других людей, например. Навязывания своей точки зрения. То есть нам придется как-то ясно, открыто учиться говорить то, о чем мы думаем. Это тоже вариант. То есть кому-то нужно научиться быть смелым. И вот когда я заговорила про смелость, я еще хочу вам показать Марс. Марс во время затмения, он у нас находится в третьем доме от затмения. В третьем же знаке, в близнецах. Марс у нас сигнифицирует. Смелость, он является карагой третьего дома и шестого дома. То есть дома смелости, принятия решений каких-то, которые влияют на нашу жизнь. И дома каких-то сложных ситуаций. То есть мы принимаем решения и мы учимся решать какие-то сложные ситуации в нашей жизни. Вот это тоже будет каким-то образом проигрываться. К нам будут приходить какие-то мысли, идеи о том, как кардинально поменять жизнь, от чего-то отказаться. Это будет сложно, потому что Накшат Рабхарани это боль. Это страшно, когда что-то уходит. Когда мы выходим из зоны комфорта, это больно, это страшно. Марс в это время очень сильный. Ретроградная планета всегда сильна. И Юпитер тоже ретроградный, поэтому он тоже сильный. И вот в это время очень не рекомендуется начинать какие-то судебные дела, вступать в какие-то конфликтные отношения. Потому что что посеешь, то и пожнешь. Может быть сильный возврат прошлых карм. Быстрые какие-то неожиданные ситуации. И Вишакха у нас возвращает плоды усилий. Поэтому придется учиться договариваться. Меркурий у нас управляет близнецами. Это знак дружбы, это знак дипломатии. Придется учиться договариваться с другими людьми. Причем Марс, раз, два, три, четыре, пять, он находится в пятом доме от этой комбинации. Есть сильная связь между Марсом и между теми сферами, на которые будет влиять затмение. Юпитер, в свою очередь, у нас является сигнификатором второго дома. Это родительская семья. Поэтому, возможно, у кого-то будут такие ситуации, когда придется разбираться с родительскими отношениями. Или даже с родовыми отношениями. Может быть у вас возникнет желание разобраться с какими-то глубинными травмами, которые мешают вам двигаться вперед. И сейчас очень хорошее время обращаться за консультацией к психологу, за какой-то духовной консультацией, к человеку, который вам может помочь в этом. Вы получите очень хороший совет, потому что Юпитер у нас силен, он находится в своем знаке. Родовые какие-то связи, семейные, какая-то боль, какие-то эмоциональные травмы. Вот это вот все сейчас очень хорошо решать. К тому же, пока вы с этими вопросами не разберетесь, очень сложно вообще в жизни что-то поменять и двигаться вперед. Старые родовые программы, вот эти вот семейные программы, негативные установки, они, конечно, на нас сильно влияют. И, конечно же, это дом финансов, дом ресурсов. Телец-то естественный знак естественного гороскопа, второй знак. И он управляется Венерой. Поэтому сфера финансов, она, конечно же, тоже будет затронута. Сфера финансов, сфера ресурсов. Юпитер у нас является сигнификатором пятого дома. Это дети, это инвестиции. Это интеллект. То есть придется нам включать свой интеллект для того, чтобы, возможно, как-то наладить сферу финансов. Мы будем думать через что, как мы можем это сделать. Либо возникнут какие-то ситуации, связанные с детьми. Здесь уже у каждого свое. Юпитер у нас сигнифицирует девятый дом. Это путешествие за границу, это высшее образование, это духовное образование. В момент затмения очень хорошо заниматься духовными практиками, очищающими родовыми практиками. Или просить о том, чтобы раскрылись какие-то знания, например, способность видеть астрологические карты, вот что-то такое. Или учиться зарабатывать деньги, или о хороших отношениях. Вот у каждого свое. Это сильная энергетическая точка такая, знаете, аккумуляция энергии. Это время лучше, конечно же, использовать на то, чтобы эту силу, силой вашей мысли направить в нужное русло. И также Юпитер у нас является сигнификатором одиннадцатого дома, дома реализации желаний. Видите, как интересно совпадает. И Шакха у нас отвечает за реализацию желаний. И Юпитер сигнифицирует реализацию желаний. То есть у нас затронута вся карта. Если мы посмотрим на карту Д9, то мы видим, что в момент затмения Луна, это лунное затмение, у нас находится в весах вместе с ретроградным Марсом. То есть Марс, энергия Марса будет активна. А Марс у нас управляющая планета Овна. Видите, какая сильная связь. Вот эта вот кармическая ось 1,7. Овен, весы очень сильна. И, видимо, какое-то ключевое значение имеет именно энергия Марса. Марс – это планета энергии, это планета насилия, это тоже планета боли. В этом смысле энергия Марса перекликается с энергией Накшатры Вишакха. Ой, простите, с энергией Накшатры Бхарани. Бхарани управляет Яма Дети Дхармы. Есть 5 правил Дхармы, которые идут из вед. И очень хорошо, если люди про них знают и придерживаются этих правил. Потому что если человек им следует, то жизнь становится гармоничной. Если же человек их нарушает, то, соответственно, идут искажения по карме, искажения по судьбе. Что это за правила? Кто занимается йогой, наверняка вы их знаете. Ахимса, Сатья, Астея, Брахмачария, Апариграха или Ахимса – это ненасилие. Это как раз все, что связано с Марсом. И ненасилие имеется в виду не только физическое ненасилие, а также, когда вы учитесь слушать другого человека. Это как раз про Меркурий, про дипломатичность. Когда вы не навязываете свою точку зрения, когда вы принимаете точку зрения другого человека и даете ему свободу жить так, как он считает нужным, идти своей судьбой, реализовывать свою судьбу. Сатья – это правдивость. Правдивость – это про то, когда человек не только говорит правду, а стремится увидеть истину. Увидеть, что правильно, что неправильно. То есть у человека есть развлечение, что правильно, что неправильно, как правильно поступить. Астея – это не воровство, не присвоение себе чужого. Из этого принципа вытекает многое. Люди часто завидуют, войны начинаются из-за того, что люди хотят присвоить себе что-то чужое, что им не принадлежит. Брахмачария или сдержанность. Это может быть сдержанность сексуальных отношений. В Харане это очень сексуальная Накшатра. Это все-таки Венера, сфера личных отношений. То есть отсюда идет не изменять супружеской жизни. И также Брахмачария – это сдержанность вообще. Сдержанность в своих каких-то проявлениях – это про то, что если вам что-то не нравится, то не нужно сразу же эмоционально реагировать, проявляя гнев, неуважение, оскорбляя других людей. Видите, опять затрагивается сфера Венеры, гармоничная Венера и Весов, простите, да, Весов и Меркурия. То есть это про то, как учиться слушать, слышать другого и выстраивать взаимосвязи. И апориграха – это непривязанность как раз сферы 12-го дома, непривязанность к результатам, ненакопительство. То есть то, что дает свободу, это то, что связано со сферой Кету. И неприятие даров, но может быть в наших реалиях, в нашем мире это относится к тому, что не принимать взятки, не делать нехорошие действия за взятки. И мы видим, что все это связано со сферой Марса, и что нам придется, Луна связана с Марсом в момент затмения, нам придется иногда, наверное, приступать через себя, выходить из зоны комфорта, из той зоны, к которой мы привыкли, принимать какие-то смелые решения для того, чтобы преодолевать трудности, для того, чтобы менять жизнь, от чего-то отказываться. Просто принимать, что нам приходится от чего-то отказываться, выходить из каких-то отношений, иногда говорить не так, как мы привыкли говорить, Меркурий это про дипломатию. То есть если кто-то привык грубить, говорить какие-то оскорбительные вещи всем подряд, нам нужно будет учиться сдержанности. Практиковать практики, вот эти вот практики ямы, хармы. И здесь посыл такой, что если человек понимает смысл бхарани и вишакхи, видите, какие интересные деления тонкие, то все это действует солнце же. Здесь тоже есть на жизненный путь, на предназначение человека, на его путь судьбы. Человек, если начинает обдумывать, размышлять над правилами ямы, над правилами дхармы, его путь судьбы, он выстраивается. Да, из жизни начинает уходить, подчас болезненным образом что-то. Вот мы выходим из зоны комфорта, то, что нам мешает, тянет нас назад. Но включается вот этот вот 12-й дом Юпитера. Мы пока не понимаем, что происходит, мы пока не понимаем, как. Но путь судьбы, он идет к лучшему. Он идет к лучшему. Давайте еще рассмотрим Сатурн. Сатурн у нас в данной карте, он не дает аспект, он в кендре находится, но не дает аспект на затмение. Тем не менее, у нас Сатурн дает аспект на Юпитер во время затмения. Он дает на Рак свой прямой седьмой аспект, а Луна у нас управляющая планета, поэтому Рака. Поэтому, несмотря на то, что нет прямого аспекта на Луну, есть аспект на знак Луны. То есть связь-то все равно есть. И Сатурн дает аспект вот на эти все планеты, на область весов. И Юпитер у нас дает свой пятый аспект также на Рак. Поэтому есть, видите, еще одна связь между сферой Юпитера и знаком Рак и Сатурном. Сатурн – это про работу, про карму, про работу, про предков. Поэтому, возможно, действительно у кого-то возникнет возможность или желание разобраться со своими родительскими программами или отношениями к родителями, которые мешают поменять свою судьбу, свою жизнь и начать двигаться куда-то к новой жизни. Возможно, уехать, переехать или начать заниматься духовной практикой или получить какое-то новое образование или какую-то новую профессию. Козерог – это у нас 10-й дом, естественно. Гороскоп – это новая профессия. Это статус, это карьера. Это какое-то движение вперед. В общем, рассматривая эту карту, я прихожу к такому выводу. Многие вещи пока еще не лежат на поверхности, мы их не видим. Но они уже активны. Очень активная карта. Очень много кармических семян. Очень много самскар проявляется на поверхности. И здесь нужно соблюдать осторожность и осознанность. Потому что может хотеться, рах в планетской иллюзии, и так поступить, и еще как-то. Много возможностей может открываться. Для того, чтобы сделать правильный выбор, если вы не понимаете, как поступить, обращайтесь к каким-то профессиональным консультантам, психологу. Если у вас какая-то сложная ситуация по бизнесу, к юристу. Если вы хотите переехать, обратитесь к какому-то юристу по эмиграции, к какому-то профессионалу. Если ваш выбор касается какой-то ситуации, которая связана именно как поступить, жизненный путь, ваша жизненная дорога, или вы хотите разобраться, с какими качествами характера вам поработать, что вам вообще мешает жизни, тогда просто выпишите на бумажку принципы ямы, принципы дхарма. Подумайте, как они проявляются в вашей жизни, чему вы следуете, чему вы не следуете. То, что в вашей жизни пока не внедрено, начинайте это внедрять прямо как духовную практику. Тогда ваша жизнь начнет меняться. Помните о том, что когда мы начинаем заниматься духовной практикой, мы встаем под защиту высших существ, высших сил. Венера начинает нас вести, наше сердце начинает раскрываться. Венера – это про сердце, это про любовь. Венера – это гуру демонов. Это значит, что Юпитер, это как кастовые брамены, он обучает тех, у кого способности есть, кто подходит, качество и так далее. Венера – гуру демонов. То есть она обучает всех через любовь, через сострадание. Двенадцатый знак зодиака, рыбы – это любовь и сострадание. Здесь Венера экзальтирует. Через любовь и сострадание Венера дает знания, это духовный учитель, всем. Поэтому смотрите, где вы потеряли любовь, если вы ее потеряли, где вы ее можете найти, что вы любите. Учитесь быть сострадательными, больше занимайтесь благотворительностью, духовной практикой, размышляйте о Дхарме, тогда ваша жизнь будет постепенно налаживаться и приходить в баланс. Те же люди, кто будут держаться за старые концепции и будут думать, что все можно решить через насилие, все можно решить через обман, через воровство, через взятки. То есть нарушая законы Ямы, нарушая законы, которые установлены управляющим божеством в Харане, те люди будут очень большие проблемы иметь в жизни. Включая, наверное, буквально Яма, что мы сейчас происходим. Видим вот эти военные действия, которые происходят в жизни. Такой вот, друзья, разбор у меня получился. Ну что, друзья, я надеюсь, видео вам понравилось, было интересным и полезным. Если это так, то ставьте лайки, пишите ваши идеи в комментариях. Всегда с удовольствием читаю все, что вы пишете. Мне ваша обратная связь очень цена и очень важна. Вы вообще мне даете вдохновение, чтобы я делала то, что я делаю. Если вы новичок на моем канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Буду вас рада видеть среди моих подписчиков. Если же вы хотите, чтобы я сделала вам гороскоп, или вы хотите принять участие в практиках по коррекции судьбы, где мы изучаем карму, где мы работаем с энергетикой, также добро пожаловать на такие практики. Как меня найти, вы найдете в описании под этим видео. Помните о том, что астрология джиотиш переводится как свет. Свет знаний, освещающий наш жизненный путь, дорогу жизни. И изучайте астрологию, применяйте ее в своей жизни, приносите пользу как себе, так и другим людям. Желаю вам всего самого благоприятного. Приятного.